всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена и сегодня я хочу сделать с вами прогулку по моему городу ауксбурга и показать вам как ауксбург готовится к рождеству а также я попытаюсь показать вам магазины в которых я покупаю пряжу сейчас мы находимся в ауксбурге это недалеко от ратуши вот сейчас я постараюсь показать одну секунду вот там стоит здание ратуши и сейчас я туда направляюсь у нас падает снежок вот прям на меня падает снежок сегодня такое но прохладный день сильного мороза нет но прохладно я сейчас вот приближусь подхожу вот к ратуши хочу вам ее показать но наверно в полном объеме я не смогу показать потому что у нас здесь на площади рождественский базар сейчас я вам все покажу одну секунду вот такой вот такая красивая елочка на площади вот у нас здесь уже установлен рождественский базар вот здание ратуши и рядом с ратушей вот называется вот эта башня перлах тур и если подняться на самый верх то видно весь город эти часы очень красиво бьют и играют такую определенную музыку когда какие-то ровные часы но сейчас только вот 20 минут 10 вот такая огромная башня и вот рождественский базар но сейчас он пока закрыт открывается он попозже поэтому давайте с вами пройдемся немножко дальше вот иду в самое начало я рождественского базара вот так красиво вот вечером здесь все собираются пьют глювайн магазины все украшены везде елочки в преддверии рождества город становится очень красивым вот везде звездочки снеж снежинки и вот написано наверху великому а в тем крис киндерс маркет это рождественский базар добро пожаловать на рождественский базар вот здание ратуши вот здесь у нас трамвайные шины здесь ходит трамвай и вот наверху как вы видите висят ангелочки вечером они все они горят так красиво в темноте все это в огнях просто красота вот я иду в сторону магазина и буду снимать и показывать вам красоту как город готовится к рождеству католическое рождество в конце декабря 24 декабря у меня семья все католики муж и дети а я православная вот посмотрите ювелирный магазин тоже не забыли украсить конечно же и город он просто в канун рождества он преображается он становится таким праздничным таким красивым таким светлым везде горят огни везде все украшено ну и конечно самая главная достопримечательность это становится рождественский базар сейчас я иду в сторону магазина который называется мюллер это магазин вообще-то галантереи но он довольно большой вот центральный магазин в ауксбурге уж боже мой ну это вообще ну какая же красота посмотрите сколько украшений чего только здесь нет и совы и зайцы и дед мороз это вот игрушки здесь продаются которые раскрашены вручную но также конечно санки и очень много елочных шариков и даже есть зонтики насколько все красиво я направляюсь магазин мюллер который находится на анна штрассе у нас в ауксбурге это вообще-то магазин галантереи он в три этажа но в этом магазине вот в крупном есть отдел текстиля и есть хороший отдел пряжи где продается пряжа и там можно ну что-то для себя конечно же выбрать и приобрести вот магазин мюллер а люди ждут то есть его еще не открыли слишком рано открывают значит пол десятого еще пять минут ну тогда давайте посмотрим просто на улице моего города вот магазин галантереи инсунг морец который называется просто хаунтем это молодежный магазин здесь в основном покупает вещи и одевается молодежь вот такие дома в центре это вот как я уже сказала это она штрассе потом я ищу пройду по ней дальше ну а сейчас давайте зайдем магазин мюллер я покажу отдел пряжи все в гирляндах все красиво все украшено так и где же магазин текст и отдел текстиля я сейчас затрудняюсь сразу сказать но я его сейчас попытаюсь отыскать нашла вот отдел текстиля которым продается пряжа пряжа разного качества и разных фирм ну и конечно же разного состава вот продается например фирма лана гросса от фирмы лана гросса продается вот допустим пряжа бейсик катон но это хлопок также вот допустим от ланы гросса состав полиамид и 80 процентов шерсть вот у меня кто-то спрашивал где можно хорошую пряжу приобрести и по нормальной цене ну вот я могу посоветовать вот допустим тот же магазин мюллер конечно может быть выбор не очень богатый и тем не менее можно что-то найти вот очень красивая пряжа прям прелесть какая-то лана гросса тоже бейсик мерина плюс цена 295 вот вполне приличная цена за 50 грамм довольно нормальная я бы сказала вот есть бежевого цвета вот такого ярко сливового серого зеленого то есть вот пожалуйста мюллере продается лана гросса не вся конечно но кое-что есть и можно для себя что-то выбрать также есть другие фирмы вот регия от шахенмайер вот здесь например книги можно приобрести и тут указано как можно связать шапочку есть также вот и другие атланы гросса тоже моточки вот очень красивая пряжа вот молочного цвета вот такая серая красная то есть пожалуйста выбор довольно приличный в магазине здесь вот например на другой стороне хлопок есть также большая пряжа тоже вот такая толстенькая прям для шапочек для всего и вот здесь всевозможные приспособления какие вам нужны и вот большие булавки большие иглы вот например приспособление для того чтобы делать помпончики вот приспособление чтобы вязать шнурочек также спицы от фирмы прим пожалуйста есть круговые и есть вот чулочные крючки также от фирмы прим вот хорошие очень крючочки они пластиковые но они эргономические эргономишь то есть но быстро вяжется с минимальными усилиями как бы если так сказать да также вот фирма опять лана гросса здесь уже такая пушистенькая толстенькая пряжа для шапочек для снудов для шарфов ну то есть шахенмайер вот тоже и хлопок от шахенмайер и другая пряжа другого состава вот все наборы спиц то есть если у вас в городе есть магазин большой мюллер то там обязательно будет вот такой хороший отдел текстиля ой ну прям какая прелесть мягкая красота это атланы гросс и бейсик клори называется и состав какой ищу состав состав 53 процента шерсть и 47 полиакрил но вот а за счет полиакрила она очень мягкая то есть пожалуйста магазин мюллер в отдел текстиля и и вы найдете обязательно вот такой прекрасный красивый и очень интересный отдел пряжи и для все для вязания все здесь есть теперь я вышла из магазина мюллер я также нахожусь на анна штрассе но это уже в другой магазин называется он карштад и там тоже есть очень большой хороший текстильный отдел где я покупаю пряжу а сейчас я прохожу мимо одного магазина в котором я очень часто покупаю чаи и и выглядит он вот так здесь всего абсолютно все есть для чайманов все сорта чая какие вы только пожелаете всевозможные приспособления чайнички вам расскажут как правильно заваривать тот или иной чай и когда заходишь в этот магазин здесь такие запахи хибискуса травы всего ромашки бергамота просто балдею теперь идем вот я подошла к магазину карштадт про который я говорила сейчас вот карштадт и сейчас я зайду в него мне нужно будет подняться на четвертый этаж в отдел текстиля и я покажу вам пряжу которую я тоже часто покупаю именно в этом магазине вот я пришла то есть точнее зашла магазин карштадт и вот отдел текстиля как вы видите здесь очень много всего это весь этаж текстильный отдел здесь полностью продаются все что нужно для дома постельное белье постель полотенце все что нужно для ванны для душа для бада ну и вот тут вот мой любимый уголок я очень люблю этот уголок и часто его посещаю здесь можно увидеть также можно приобрести пряжу я не буду конечно каждую пряжу показывать да но это слишком будет объемно по времени и я думаю что не настолько интересно я просто в общем показываю вам как выглядит этот текстильный отдел вот пряжа которую я часто покупаю от фирмы прим пряжа шеви вот здесь хлопок здесь акрил с хлопком состав здесь например вот шеви микро бриллиант которую я часто показываю это стопроцентный полиакрил вот как вы видите выбор цвета пожалуйста все что вам нужно есть также пряжа в больших мотках вот такая цена есть пряжа специальная для вязания шапочек шарфов для вязания вот носочная пряжа вот носочки нарисованы также можно приобрести литературу и посмотреть какие-то идеи и научиться вязать пряжа вот здесь то есть это довольно таки большой отдел вот такая пряжа вот она например со скидкой состав это также стопроцентный премиум акрилик то есть очень мягкие очень высокого качества хорошего качества акрил также здесь можно приобрести все что вам нужно все все значит такие вот вещи которые нужны не только для вязания а к примеру и для вышивки или для шитья здесь можно приобрести пуговки кнопки но все абсолютно все это все предоставляется вот здесь от фирмы прим вот как вы видите это все от фирмы прим абсолютно все то есть можно приобрести все что вы пожелаете все для творчества абсолютно все и кнопки пожалуйста и приспособление ножницы спицы 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 от фирмы прим также вот круговые есть есть также чулочные спицы обратите внимание вот эти спицы у меня тоже есть такие спицы не очень хорошие вот это вот здесь вот этот шнурок до леска очень хорошего качества также вот пожалуйста кто шьет для все приспособления для гардин под плечики также можно купить молнии всех размеров всех цветов двухсторонние односторонние и здесь например вот молнии специальные для примеру платьев которые такие закрытые которые можно прятать в одежду или спрятать в одежду также здесь пожалуйста по номерам все все абсолютно все нитки для шитья здесь пожалуйста для вышивки если вам что-то нужно для вышивки всевозможные ленты аппликации на какую-то одежду для детей например как-то украсить одежду есть также спицы от фирмы ади деревянные вот здесь например написана цена на эти спицы 1395 и 1995 зависимости от длины шнура также есть вот такие пуговки разных цветов и вот здесь в углу есть вот такое большое отделение где можно приобрести пуговицы как вы видите радует глаз да но цены тоже не как бы сказать не дешевые то есть есть пуговицы где может например одна пуговка стоит 6 7 и даже 10 евро если из дерева или из перламутра или с какого-то еще такого ценного материала но как вы видите вот это все пуговицы здесь можно найти абсолютно все всех цветов и размеров и формы которую вы пожелаете также обратите внимание рядом с пуговками продаются вот такие деревянные коробочки сундучки которые специально сделаны так что в них очень очень много отделов и вот это каждый ящичек и он выдвигается по отдельности с двух сторон то есть эта корзинка открывается эти все ящички с двух сторон открываются по отдельности вот всех цветов можно приобрести для себя или кому-то подарить подарок здесь тоже журналы также всевозможное кружево чтобы допустим украсить какую-то сшитую или связанную вами вещь здесь можно приобрести также бисер всех цветов и размеров бусины украшения в виде вот таких атласных цветочков а также клеящиеся всевозможные аппликации звездочки бисер и пайетки то есть душа поет я вот когда сюда прихожу в этот отдел душа поет также продается тонкий хлопок для вязания очень ажурных вещей ну видите цена хлопка за один моточек 350 здесь уже 460 460 здесь 395 то есть ну смотря конечно какая фирма какой производитель какой качество ну и конечно же метраж ну то есть вот мы посетили магазин карштат отдел текстиля я показала вам он как бы я бы не сказал что очень большой но и не маленький но в любом случае приобрести здесь можно абсолютно все вот пожалуйста крючки ади спицы также прим то же самое что было в мюллере поэтому выбор богатый можно всегда что-то для себя найти выбрать я когда захожу в этот магазин я обязательно для себя всегда что-то интересное нахожу и приобретаю как я уже сказал в основном я покупаю здесь пряжу от фирмы прим вот это шеви или я покупаю поле акрил стопроцентный очень хорошая пряжа мне она нравится вот например тоже да прям пушистик какой называется индигу от шеви в 50 граммах 150 метров и состав значит эта акция ойра 49 стоит моток состав состав стопроцентный поле акрил но очень мягкая очень такая красивая пряжа также есть здесь атланы гроссы вот basic это же акция один моток стоит ойра 99 и состав этой пряжи 50 процентов шерсть и 50 процентов акрил то есть цена очень хорошая для такого состава атланы гроссы очень хорошая цена вот есть разные цвета черный синий и вот такой неоновый а также есть вот такой светло-серый и еще коричневый то есть пожалуйста заходите в магазин карштадт и приобретайте пряжу я нахожусь тут же в магазине в этом же карштадт в отделе текстиля и хочу показать вам какие продаются красивейшие просто красивейшие игрушки украшения на елку декорации к рождеству но это такая красота ой вообще я прям вот смотрю и любуюсь любуюсь посмотрите какая декорация сколько всего интересного сколько можно интересного купить для своих родных для детей порадовать как можно красиво украсить свой дом свою квартиру это просто прелесть ну надо же снеговичок под елку вот столько красоты столько всего интересного вот пожалуйста и шишки и засушенные апельсинки и засушенные цинтовая по палочки цинта кориандра в общем всего есть украсить можно все абсолютно столько красоты здесь а это просто фантастика какое чудо вот так можно смотреть и смотреть как здорово конечно всевозможные свечи гирлянды игрушки все все что душа пожелает можно выбрать на любой вкус даже яблоки вот такие ангелочки ангелочки прелесть такая сейчас я нахожусь на той же анна штрассе до сих пор я никак не из нее не могу выйти потому что на этой улице в общем-то собрались все магазины которые я посещаю при покупке пряжи и сейчас сзади меня вот вы видите написано воля рёдль это мой любимый магазин в котором я покупаю хлопок который называется мили фили я не знаю разрешат ли мне в этом магазине снимать или нет потому что это профессиональные магазины он маленький довольно таки но я постараюсь например посмотрите как украшены витрины этого магазина какой связан красивый свитер это конечно же ручная работа это вяжут продавцы профессионалы этого магазина которые выбирают определенную модель определенную пряжу которая сейчас например на данный момент актуально и выставляется вяжется и выставляется на витрину вот такие клубки пряжи стоят на улице можно на улице что-то выбрать заинтересоваться и потом конечно же зайти в магазин а также посмотрите книг про деревянные крючки и стоит а этот набор 64 евро 50 центов вместе с коробочкой также а здесь спицы со съемной леской это тоже от фирмы так не вижу сейчас книг про да и стоит этот набор 79 евро вот такая красота в этом магазине столько всего красивого интересного можно конечно же здесь приобрести литературу вот такие красивые клубочки там лежат на полочках выбор большой пряжа очень качественная от разных производителей разного конечно же состава метража и всего прочего вот продаются пушистики сейчас я попытаюсь приблизить вот сколько красоты можно зайти и пробыть здесь я не знаю сколько времени потому что оторваться от пряжи невозможно она вся разная она вся красивая она вся суперского качества вот здесь например на витрине связан вот такой красивый жакет из пряжи секционного крошения и вот она предоставлена на витрине называется креатив меланж в 50 граммах 200 метров цена за моток 399 вот здесь указано цена за моток 399 то есть вполне нормальная цена за хорошую качественную пряжу здесь предоставлены различные модели этой пряжи мне сегодня повезло продавец очень очень фронт лих очень такая дружественная разрешила мне поснимать магазине и я получила вот такой каталог в этом каталоге указана вот вся пряжа про которую я вам рассказывала можно также поближе ознакомиться с составом этой пряжи здесь указана цена цвета кстати магазин этот воли рёдль у них также есть еще онлайн магазин которым тоже можно заказать эту пряжу вот здесь например на полках предоставлена носочная пряжа на продажу конечно как вы видите очень огромный выбор пряжи всех цветов разного состава включающих себя конечно же шерсть но это вот видно даже я думаю невооруженным глазом сейчас я посмотрю ошиблась я или не ошиблась ну конечно 75 процентов шерсти 25 полиамид полиамид дает шерсти такую мягкую мягкие так те ощущения но на ощупь как бы до чтобы было мягко очень все красиво очень посмотрите также здесь есть отдел где можно приобрести спицы это марка воли рюдль и у них от этой фирмы свои спицы крючки все приспособления также продаются в этом магазине помпошки продаются вот такая пряжа для шалей например это тоже вот такие большие моточки пряжи секционного крошения но она очень очень нежная состав здесь в 200 граммах 800 метров и состав 50 процентов хлопок 50 полиакрил просто красота вот пожалуйста также вязаные игрушки и предоставлена здесь пряжа которая рекомендуется для вязания игрушек также вот специальная baby fine color пряжа которая используется в основном для вязания детских вещей которая экстра нежная ну то есть как вы видите выбор огромный но и вот мои любимые мои любимые ниточки мили фили хотя сейчас и не сезон на хлопок тем не менее я очень их люблю все абсолютно вот такие даже можно связать елочные игрушки но какая красота все все на ваш вкус и самый самый нежнейший здесь кидмохер с шелком я уже вижу silk и цена одного моточка 699 ну конечно не дешево но если хотите связать хорошую качественную вещь то это того конечно же стоит но вот такая экскурсия небольшая по магазину спасибо большое продавцу которая разрешила мне снимать теперь вот уже потихоньку открыли рождественский базар сейчас я направляюсь к другому профессиональному магазину и этот магазин продает пряжу от фирмы лана гросса я также очень часто посещаю этот магазин и хочу показать его вам я не знаю разрешат ли мне снимать в этом магазине в одном разрешили спасибо конечно продавцу которая любезно мне разрешила сделать съемку для вас в другом магазине не могу сказать но сейчас я вот буду проходить мимо базара и хочу немножко показать вам какая здесь красота вечером конечно здесь не пройти здесь столько людей что это просто невозможно вот пожалуйста можно покушать жареные каштаны а также очень много вкусняшек вот такие свечи ручной работы вот такие красивые подсвечники которые раскрашены тоже вручную продается очень много всего интересного здесь не только можно выпить глювань также можно выпить пунш или какие-то другие такие крепкие напитки очень много вкусняшек сейчас прохожу прям пахнет продаются вот такие вот земели булочки жареное мясо с луком а также очень много печеностей яблоки запеченные в тесте не яблоки в шоколаде вот такие игрушки которые можно приобрести для декорации для украшения вашего стола или в подарок здесь столько всего интересного вот можно приобрести чаи всех сортов вот такие продаются кексы традиционные красивые всякие сладости вкусняшки для детей очень все красиво очень интересно а вот это такие домики красивые домики в которой ставится свечка и потом этот домик горит изнутри но это настолько красиво вот как здесь вы видите домик внутри стоит свечка и когда в комнате например в доме выключен свет это очень красиво смотрится это просто чудо целый город ну и конечно же елочки вот трамвайчик у нас у нас ходят узкоколейки они проложены сразу в мостовую площадь как вы видите вот этот большой трамвай сначала трамвая можно пройти до конца трамвая не выходя из трамвая эти вагончики они между собой соединены буду ехать домой сниму немножко трамвай внутри жалко что ангелочки сейчас не горят это настолько красиво но это видно только вечером сейчас я нахожусь вот недалеко от родхаус плац это было вот площадь ратуши где вот этот весь рождественский базар вот который я показывала это мы были в той части города теперь я перемещаюсь в другую часть иду пешком это недалеко буквально пять минут и уже другой магазин профессиональный он находится на максимилианстрассе то есть вот эта улица по которой я иду сейчас это уже максимилианстрассе вот такая она длинная и красивая сейчас я подошла к другому магазину профессионально про которому я говорила и называется он шефа воли вот как вы видите тоже сзади меня очень красивая витрина сейчас я не знаю я постараюсь как получится которая украшена естественно пряжи актуальной на данный момент на данный сезон кстати хочу сказать что я живу в европе я живу в германию почти уже 20 лет и у нас нет такого понятия брендовая пряжа я не знаю откуда оно взялось и почему на ю тубе очень многие девочки блогеры всегда употребляют это слово если я сейчас зайду в магазин не попрошу показать мне брендовую пряжу меня не поймут поэтому у нас просто пряжа хорошего качества от разных производителей от разных знаменитых и качественных фирм такой как лана гросса шахенмайер и многих других ну что я попытаюсь сейчас счастья вот посмотрите сколько красоты здесь и здесь из различные пряжи связаны вот такие образцы можно посмотреть сразу уже как пряжа смотрится в изделии вот например фирма лана гроза кульболь пейды нежнейшая нежнейшая просто на ощупь ниточка настолько тонкая настолько нежная настолько все красивое просто красоте вот например носочная пряжа вот например пряжа по скидке допустим какая-то акция но в основном это пряжа которая не по сезону то есть вот хорошая очень фирма линия pura но я вижу по составу уже что это хлопок и вот написано что в акции 1 моток 295 то есть но при желании конечно можно приобрести очень красивые цвета здесь ну как бы пока не по сезону если только взять на лето тогда можно и это в общем то очень хорошая цена и сколько всего интересного точно также из некоторой пряжи связаны образцы чтобы можно было наглядно посмотреть как пряжа смотрится в изделии какая она на ощупь в изделии связаны вот такие маленькие образцы такие кукольные кофточки можно сказать почему тихо говорю магазин маленькие здесь также посетители но не очень удобно конечно же кричать можно приобрести разные журналы литературу и очень 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 красивая пряжа также можно приобрести спицы есть такой специальный уголок спицы разные вот например бамбуковые спицы чулочные вот например от книг про всевозможные вот также от фирмы прим от фирмы лана гросса вот от фирмы лана гросса со съемной леской и фиксаторами то есть все что вы пожелаете все в этом магазине вы можете приобрести чего нет на данный момент по вашему желанию можно заказать там в конце магазина отдел для вышивки ну вот например хлопок от фирмы лана гросса большими буквами написано лана гросса и вот здесь хлопок в этом отделе в этом уголке вот такую красоту вы видели посмотрите какой моточек важный кукольный пупсиковый все от фирмы лана гросса очень красивая пряжа с кашемиром вот например кашемир лана гросса ниточка похоже на шнурочек посмотрите пожалуйста ниточка похоже на шнурочек всевозможных цветов и вот так смотрится изделие очень я вообще я захожу в этот магазин я балдею я просто здесь вот здесь можно провести полчаса часа и не заметить рассматривать чупать пряжу здесь также вот связанные изделия продавцами этого магазина которые выставлены на продажу это какие-то были возможно сезонные модели которые были связаны вот самими продавцами и потом когда уже это не в сезон значит эти модели уже продаются ну вот например вязаная вещь стоит вот вы видите этикетка 95 евро и так на каждой модели я конечно сейчас каждый не буду показывать просто хочу показать вам магазин это самое главное вот такая пряжа моточках и вот здесь уже связаны из этой пряжи вот такая интересная модель вот здесь с другой стороны супер лейст мерина вот лейст мерина ой немножко я свет закрываю очень-очень-очень также есть вот такой специальный небольшой отдел для вышивки где можно приобрести ниточки мулине ну насколько я помню моя бабушка вышивала она всегда говорила что это ниточки называются мулине я конечно не знаю как они называются здесь может быть не совсем так но вы меня поняли вот такие красивые шикарные манекены красивых вязаных вещах ну вот теперь вы увидели мой магазинчик любимый теперь вы увидели где я приобретаю пряжу от фирмы лана гросса не только на ebay но я также с удовольствием захожу вот в этот магазин выбор большой выбор журналов выбор литературы и всего его ну конечно же я не удержалась и купила пряжи немного куда у меня мало пряжи вы знаете совсем прям такие сиротские у меня запасы что мне мало я еще купила сейчас вы ее увидите вот такие покупочки я сегодня сделала но на улице конечно уже было совсем неудобно снимать поэтому я показываю вам уже дома я уже дома и я купила вот такие спицы ади номер 5 80 сантиметров леска это никель фрай ну то есть они не из никеля это стальное покрытие дальше я купила лана гросса вот такие вот еще спицы маленькие с леской это номер четыре с леской 40 номер четыре с половиной с леской 40 сантиметров вот такие купила спицы спицы хорошо с карбоновыми вот здесь вот наконечниками и здесь можно одеть леску спицы номер четыре я взяла это деревянные спицы и отдельно я приобрела вот такую вот леску 60 сантиметров дальше я вот этот каталог вы видели я показывала мне его дали в магазине здесь можно ознакомиться со всеми артикулами пряжи которые вот были предоставлены в магазине воли рюдль где я снимала дело съемку также здесь вот пожалуйста вещи которые можно связать из этой пряжи также по цветовой гамме по составу это все можно заказать и приобрести в магазине если в магазине на данный момент как вот артикула нет или недостаточно мотков которые нужны вам это для вас делают магазине закажет для вас и потом вы получите эту пряжу или же можно заказать сразу в онлайн магазине тоже есть онлайн вот воли рюдль дальше я приобрела в магазине карштадт вот такую пряжу это шеве папильон invok от фирмы прим здесь 50 граммах 123 метра рекомендуемые спицы три с половиной четыре и состав 50 процентов хлопок и 50 процентов полиакрил это очень хорошая пряжа мне она очень понравилась я из нее связала платье на заказ виктория по мотивам платьев от виктории secret это был мой такой личный дизайн я как бы сама комбинировала узоры и моей заказчице это очень понравилось теперь я хочу это платье связать для себя с некоторыми изменениями из такой же пряжи но в магазине было только четыре матка и я заказала еще 10 мотков и продавщица мне сказала что в следующую пятницу нужно подойти в общем так и вот я еще приобрела вот такую пряжу от фирмы лана гросса тугета это пряжа очень хорошего качества таким шнурочком просто прелесть я вязала из такой пряжи белый свитер вот такого мятного цвета так что вот такие вот мои приобретения на сегодняшний день вот такие мои покупочки скромно но по делу по теме в остальном как вы знаете у меня все есть запасы моей пряжи очень богатые и бобинные и в матках поэтому на данный момент я воздержалась от больших покупок и приобрела только то что мне действительно нужно вот сейчас я еду в трамвае и как я уже сказала вот вы видите вот такой большой вагон можно зайти вот в начало трамвая приобрести билет купон и пройти потом в конец трамвая самый конец везде вот в каждом отделении двери но вагоны между собой не разделены они полностью вот можно от сначала трамвая пройти в конец трамвая не выходя из трамвая вот такие аппараты компостеры вот такие трамвайчики которых тепло и уютно а также вверху вот на дисплее можно посмотреть направление трамвая и указывается всегда на дисплее ближайшая остановка вот сейчас хорошо было видно да также каждая остановка объявляется но я рада что у меня получился очень удачный такой день очень удачный влог где я практически сняла и показала вам все магазины которые я посещаю в нашем городе где я приобретаю пряжу раньше у нас магазине еще был большой такой торговый центр который назывался галерея каухов но его со временем закрыли если у вас в вашем городе есть такой центр галерея каухов то там тоже так же как в карштате есть такой хороший большой и достойный отдел текстиля в котором вы можете приобрести пряжу хорошего качества ну вот такой у меня получился сегодня влог немножко возможно такой непрофессиональный скомканный но я очень все равно надеюсь и думаю что вам было интересно вам было интересно со мной прогуляться по городу алксбургу хотя город я показала ну так немного можно сказать совсем капельку но я думаю что следующее видео я сниму о рождественском базаре а наши так сказать предпраздничной такой эйфории и подготовки города к рождеству также постараюсь ну конечно же снять рождественский базар показать всякие вкусняшки которые мы тут кушаем ну и вот в преддверии такого чуда мой влог про профессиональные магазины пряжи на этом я с вами прощаюсь всего самого-самого доброго неиссякаемого вам вдохновения и до новых встреч